Экстренный вызов в Новосибирской области, но вместо этого за деньги прикрывали недочеты подрядчиков. Экстренный вызов в Новосибирской области, но вместо этого за деньги прикрывали недочеты подрядчиков. Сделка состоялась. Одни получили откат, другие – стопроцентное финансирование за убогую дорогу из дешевых материалов. Новосибирцы в подтверждение бед дорожной отрасли буквально на днях сняли видео о ремонте областных трасс. Свежезакатанный асфальт рассыпался буквально на глазах. Я напомню, новое коррупционное дело в отношении экспертов ТУАД. Это, скорее всего, логическое продолжение предыдущих. Под следствием уже глава управления Михаил Чуманов, заместитель министра строительства региона Сергей Ставицкий и ряд подрядчиков. К другим темам. 48 часов провела в изоляторе. После выхода в эфир нашего сюжета про многомиллионную кражу из банковского депозитария, сотрудники ГСУ, которые полгода топтались на месте, неожиданно определились с подозреваемой. Под следствием оказалась заместитель руководителя филиала по обслуживанию ВИП-клиентов Альфа-банка. В квартиру Алины Третьяковой оперативники нагрянули в среду в 5 часов утра. Даже не дав позвонить родным, девушку увезли на допрос. Только вечером следователь Евгений Лиходедов сообщил о беспокойной матери, что ее дочь задержана. Почти семь месяцев она проходила по делу о крупной краже свидетелем. Но после визита в Новосибирск генпрокурора правовой статус сотрудницы Альфа-банка изменился. Жертва была назначена сразу. Ну а что, одинокая девочка, родители, пенсионеры, не человека пуль под ногами, сметен никто не заметит. Было заявлено оперативниками, мы это все повесим на тебя, лучше признавайся сразу, мы все равно добьемся. Дальше больше, пошли угрозы, убьем тебя, убьем всю семью. Это вот все лексикон работников правоохранительных органов. Всего в деле трое потерпевших. Ущерб почти 300 миллионов рублей. Один из клиентов, обнаруживших, что его ячейка пуста, бывший замначальника областного главка МВД Вячеслав Певнев. Пропажу его 130 миллионов заметили 2 ноября, но полицию в тот день вызывать не стали. Эксполковник якобы решил подключить связи. Разбирались своими силами эти сотрудники зама главы МВД, они приезжали каждый день в банк, они допрашивали всех сотрудников банка, угрожали им, угрожали, что мы покажем на тебя пальцем и ты будешь виновата. Доступ в хранилище имели четверо сотрудников банка. Всех их допрашивали с пристрастием. И по словам близкой подруги Алины, даже до того, как началось официальное расследование, одна девушка не выдержала прессинга и упала в обморок прямо во время проверки на полиграфии. Служба безопасности банка вместе с Алиной до ночи они пересматривали все эти записи и ни разу не сказали, что что-то не работало, а говорили лишь то, что нет ни одного случая, когда кто-то бы выходил с сумкой, с рюкзаком, долго бы слишком задерживался в депозитаре. Ни разу такого не было. Есть информация, что проводили в банке и любопытный эксперимент. В ячейку пытались поместить 130 миллионов рублей, но такое количество банкнот просто не вошло в ящик. А когда у потерпевших пропали деньги, главной подозреваемой Алины даже, возможно, не было в городе. Она находилась в отпуске в Калининграде. Сомнительно и то, что хрупкая девушка могла незаметно вынести из депозитария сотни пачек купюр. Один из потерпевших, его фамилия достаточно известна в городе Новосибирске, чтобы ее вслух озвучивать, за некоторое время до всех событий, произошедших в ноябре 2020 года, спускался в этот депозитарий вместе с Алиной. И задавал какие-то странные вопросы относительно безопасности. Относительно безопасности именно депозитария, именно ячеек, именно как здесь настроены камеры. О подозрительном любопытстве клиента Третьякова доложила руководству филиала, а затем рассказала следователю. Но тот от чего-то забыл отразить информацию в протоколах допроса. По словам адвоката, его клиентку поместили в ВВС безосновательно. На нее оказывается моральное давление со стороны оперативных сотрудников. Оперативные сотрудники – это все бывшие подчиненные одного из потерпевших, который был ранее на руководящей должности в главке Новосибирской области МВД. Поэтому, конечно, это все незаконно. Адвокат подозреваемый надеется, что дело получит широкий общественный резонанс и собранные полиции материалы для объективного расследования передадут в СК. А оперативным сопровождением при этом займутся сотрудники ФСБ. Несколько часов назад, продержав двое суток в изоляторе, Алину Третьякову отпустили, так и не предъявив обвинения. Мария Никитина, Борис Гладких, Алексей Зубила. Экстренный вызов. Отбирали все ценное, даже автомобили, а потом еще вымогали деньги у родственников потерпевших. В Новосибирске будут судить уголовников, которые сколотили банду и несколько месяцев терроризировали жителей Октябрьского района. На счету фигурантов два десятка тяжких преступлений. С осени 2019 по апрель 20 по Октябрьскому и Дзержинскому районам города прокатилась волна разбойных нападений. Жертвами, как правило, становились молодые люди, гулявшие в парках. К ним подходили парни, представлявшиеся сотрудниками полиции. И начинался жесткий прессинг. Угрожая применением оружия, сажали в автомобиль, где забирали имущество у людей, узнавали, с кем они проживают. В том случае, если узнавали, что люди проживают одни, то вместе с потерпевшими также под угрозой оружия ехали по месту жительства, где открыто из квартиры похищали уже все имущество, находящееся там. Нередко обчистив человека, злоумышленники требовали еще денег. В квартире одного из потерпевших они нашли документы на машину и заставили хозяина отдать ключи и подписать фиктивный договор купли-продажи. Вскоре в их сети попался еще один автовладелец. На парковке одного из торговых центров, расположенных в Октябрьском районе, подозреваемые, угрожая пистолетом, завладели у 25-летнего мужчины автомобилем Honda Civic, сотовым телефоном и денежными средствами в сумме 5000 рублей. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. Этот эпизод стал финальным аккордом в бурной деятельности криминального квартета. Уже на следующий день по горячим следам полицейские вычислили и задержали всех его участников. У них изъяли газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и шумовой кольт. За что задержан, знаешь? Границу разборных нападений. Сколько совершил нападений? Многое, я уже не помню. Чтобы выявить все преступления, следователи регионального иска проделали кропотливую работу. Согласно материалам дела, всего на счету участников группировки 19 эпизодов. Грабежи, разбои, кражи, вымогательства. Как выяснилось, почти все обвиняемые с богатым криминальным прошлым. Причем в местах не столь отдаленных они и нашли друг друга. Лица, ранее неоднократно привлекавшиеся за совершение умышленных преступлений после освобождения из мест лишения свободы, объединились между собой для совершения тяжких и особо тяжких имущественных преступлений. К слову, идейным вдохновителем выступил житель Читы, который мотал срок на территории нашей области. Остальные члены банды – новосибирцы. Теперь этот дружный коллектив предстанет перед Фемидой. Леонид Лишенко, Борис Гладких, экстренный вызов. Водитель, сгоревший в Академгородке маршрутки, жив. Некоторые СМИ поспешили сообщить о крайне тяжелом состоянии пострадавшего. Информация не подтвердилась. Мужчина уже пообщался с дознавателями МЧС и предположил, что случилось с его транспортным средством. Шофер заметил неладное во время движения, когда был на маршруте. В салоне запахло горелой проводкой. А потом из-под капота пошел дым. Огонь быстро объял микроавтобус, пытаясь сбить пламя. Мужчина получил ожоги. Машину осмотрели эксперты. Однако причину возгорания пока не могут установить даже они. Наиболее вероятная версия – неисправность двигателя. Серьезным пожаром едва не закончилась и авария на Мачищенском шоссе. Там у машины такси на полном ходу лопнуло колесо. Иномарка с пассажирами влетела в цистерну с пропаном. Все случилось в считанные секунды. Похоже, водитель Хёнде толком не понял, что произошло. Его машину занесло, отбросило на дорожный знак. После он зацепил поребрик островка безопасности. И вырезался в подъезжающую на заправку автоцистерну. Прямо в колеса полуприцепа. Хуже всего пришлось пассажирке такси. Пожилая женщина возвращалась домой из больницы после перенесенной операции. Муниципальные спасатели на месте ДТП обеспечивали пожарную безопасность. Если бы в результате аварии загорелась цистерна, последствия были бы намного серьезнее. Рядом находилась газовая заправка. К счастью, обошлось без возгорания. И бойцы МАС просто помогли медикам эвакуировать пострадавшую из опасного места. На специальном щите женщину донесли до машины скорой. Помощь врачей понадобилась и ее мужу, второму пассажиру такси. А у нас на этом пока все. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. Увидимся на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова